Уважаемые зрители, приветствую вас в очередной раз. И в этот раз мы осмотрим современный рижский микрорайон. Меня несколько человек просило показать что-то из современных рижских микрорайонов. И вот, смотрите, мы в микрорайоне Сканста. Это чуть ли не единственный современный рижский микрорайон, потому что строится у нас очень мало. Застройка тут по цене выше среднего. Это мы находимся сейчас в самом центре, можно сказать, этого микрорайона. Там впереди арена Рига. Она была построена к 2006 году Чемпионата мира по хоккею. И арена там хоккейные матчи Динамо Рига проводят, плюс концерты всякие. А в центре находится этакий парк. Парк с прогулочной аллеей. Вот. И сейчас я пройдусь немного по району, практически с его начала. И осмотрим, что тут к чему. Итак, начинаем мы с офиса Ретому Банка. Это первый офис, который тут появился. Тоже где-то начало нулевых. Обратите внимание, он стоит с таким забавным детским садиком рядом. Детский садик, наверное, еще хрущевских времен. Вот такие тут, да, делишки. Вот еще один старый обновленный детский садик эпохи каких-то 60-х годов. А там вот высоточки на заднем поле. Район Сканцерс. Ну и этот садик появился в те времена, когда строили вот такие дома. Насчет тех домов я погорячился. Они были из конца 70-х, 80-х годов. Вот эти хрущевочки кирпичные, с которых район и начался застраивать. ЦА. Дальше идет Рижский Олимпийский Центр спортивного резерва, где тренируются дети, подростки. Он был построен 15 лет назад, 2004-2005 год. Сдан в эксплуатацию еще до открытия арены Рига. Продолжаем знакомиться с застройкой квартала Скансте. Эти домики одни из последних. Видите, такие аккуратные пятиэтажные домики. Дворы. Там на втором этаже сделаны зеленые зоны. И на первом этаже стоянки. Наверное, на нулевом тоже. Вдалеке там здание банка. Это Олимпийский Центр. Ну и там пару новостроечек. Разной степени уюта. Ну и слева-таки преобладает советская застройка, школы и жилые дома. А теперь идем вдоль новостройки. Квартиры тут дорогие. Тысячи по две с половиной за квадратный метр. Евриков, конечно. И что мы имеем? Белопарковка. Мусорники у подъезда. Вытоптанная трава. Маленькие кустики. Куции. Такие же маленькие худенькие деревца. Желтые балкончики. О, архитектура. Ну как? Ну ничего, архитектура такая. Скандинавская, нормальная архитектура. Там уже попроще впереди домики. Особенно вот те два посерединке. Справа тоже выше среднего. Но это средний класс где-то, учитывая как бы район. Но все равно, наверное, пару тысяч квадратный метр там стоит. Ну это с отделкой, само собой. С белой или какой-то минимальной отделкой. А тут вот хорошо видна парковочка. Как машины попадают на парковку. 1,9 метров. А наверху двор. Зеленый двор там. С мини детской площадкой, скорее всего. Тут и магазинчики есть. Но не все работают. Итак, вот я уже вышел в парковую аллею. И сейчас мы осмотрим, как тут все устроено. Устроено вот... Ну, устроено интересно. Ничего интересного, конечно. Но тем не менее, попробуем сейчас найти интересное. Но тут обязательно будет. Тут есть все-таки детские площадки, зеленые насаждения. И в центре микрорайона можно погулять, что уже неплохо. Вот там вот, да? Видите? Детская площадка весьма занятая. Вовсю используется. Значит, в правильном месте расположена. Ну и дома-дома 24-этажечки. Это самые высокие дома на районе. А сейчас я пройдусь по аллее и оценю благоустройство. Ну и вы вместе со мной. Ну, что мы видим перед собой. Посередине кусты различные. По краям молодые деревца. Очень уж молодые. Также скамеечки стоят по краям. Можно загорать. Вот как некоторые сейчас и делают мусорники. Некоторые на траве сидят. А посередине, ну ничего, неплохо так. Эдакий ландшафтный дизайн такой, простенький. Правда, вся эта аллея парковая устарела уже лет на 10. Но тем не менее, более-менее все это выглядит. Есть где прогуляться. Есть пространство. Там по краям детские площадки. А здесь сохранились советские гаражи. Зацените. Около 24 этажек. Ну, если мы подходим в конце аллеи, то вот. Зацените теперь 10-ти этажечку. Такую современную. Кстати, ну, довольно дорогие тут квартиры. Вход со второго этажа. На первом нулевом этаже гаражи. И тут опять же такой ландшафтный дизайн местный. И стоянка бесплатная. Ну, а сейчас заглянем во двор, как там. Вот она арена Рига. Построена в 2004 году, если не ошибаюсь. И мы находимся во дворе. Во дворе современной застройки. Тут, как вы видите, заезд в подземную стоянку. Ну, какой там нулевой этаж. Не совсем она подземная. На улице тоже большая стоянка. Центральный офис Люминор Банка. Там под застройку территория. Еще одно офисное здание. Одно из первых, которые тут появились. И вот тут 424 этажки. Самые высокие здания в районе. Ну, немного есть зеленая зона. Детская площадка, где посидеть. С той стороны тот самый парк, о котором я уже рассказывал. Ничего лишнего. Аккуратно, симпатично. Двери прозрачные. По магнитному ключу вход. Ну, и тут детская площадочка. Там мусорники. Вот они, мусорные баки. А это я переместился уже за арену Рига чуть-чуть вперед. И вы видите рендер, визуализация частной медицинской клиники. Ее строительство должно было начаться в прошлом, если не в позапрошлом году. Но пока что ничего с места не двигается. Россиянин там какой-то инвестор. В общем, под большим вопросом все это дело. На той стороне автоцентры и всякая мелкота и ерундистика. А здесь выделена такими большими квадратами велодорожка. Велополоса, правильнее сказать. Но не все так плохо с районом. Он на самом деле довольно большой. Сейчас еще кое-что покажу. Здесь должны появиться ряд сооружений. Вот, например, немного вперед через дорогу. Там большая площадь. Сейчас строится музей современного искусства. И пару офисных зданий. А вообще тут должно в ближайшие 5 лет появиться несколько офисных зданий. Гостиница, конференц-зал и концертный зал. Посмотрим, правда, что будет реализовано. А это из того, что есть. Офисные здания. Ну, такие. На четверочку с минусом. Средней высотности. И там обратная сторона ретума банка, офиса, что я вначале показывал. Все это около Неста, пензоколонки. Ну и для тех, кого интересует, как оформлено пространство у бизнес-центров. Такой нелепый простенький электрощит стоит. Дорожки. Ну, как это назвать? Плитка а-ля асфальт. Мусорники с разделением мусора, да, вы видите. Не знаю, соблюдают ли, но народ приучать надо. Такие мини-лавочки. Минималистический стиль. Какие-то деревцы слегка посажены. Ну и, в общем-то, все. Все. Ничего лишнего. Все очень скромно. Я бы даже сказал скудно. На этом все. Заглядывайте в мой живой журнал, где я делаю заметки по урбанистике и архитектуре. Ссылку я оставлю в описании. Также оставлю описание на квартал с Канста. Всего доброго. До новых встреч. Пишите, что бы вы хотели увидеть в Париде или вообще в Прибалтике. Редактор субтитров А.Семкин